всем привет сегодня будем закрывать на зиму очень вкусную икру из кабачков попробовал хотя бы ложку этой икорочки вы полюбите ее навсегда в магазине такую точно не купишь необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео в первую очередь нарезаем все овощи кабачки небольшими кубиками лук полукольцами морковку соломкой затем разогреваем сковороду вливаем немного подсолнечного масла и отправляем туда лук жарим его до мягкости добавляем морковку и жарим все вместе еще минут 5-7 прошло 7 минут наши овощи обжарились теперь выключаем огонь перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю туда же высыпаем нарезанные кабачки выливаем оставшееся масло хорошенько перемешиваем все накрываем кастрюлю крышкой и ставим на плиту включаем средний огонь и ждем пока закипит прошло где-то минут 10 овощи пустили сок вот почти полностью покрылись им и закипели с этого момента засекаем время и будем варить ровно 1 час крышку накрываем но не плотно оставляем место для выхода пара вот так крышечка должна быть приоткрытой процессе приготовления содержимое кастрюли время от времени перемешиваем варим на медленном огне напоминаю крышку плотно не закрываем оставляем место для выхода пара через час добавляем в кастрюлю томатную пасту разравниваем ее по поверхности овощной массы накрываем кастрюлю крышкой все также не плотно оставляем немножко для выхода пара и продолжаем варить еще 20 минут за это время несколько раз перемешиваем по истечении времени добавляем сахар соль паприку черный перец и красный острый перец перемешиваем хорошо и варим еще 2-3 минуты затем снимаем кастрюлю с огня и и превращаем овощную массу в пюре с помощью погружного блендера теперь добавляем уксус перемешиваем и возвращаем нашу икру на огонь кипятим еще 10 минут время от времени не забываем мешать готовую икру разливаем по стерильным баночкам накрываем стерильными крышками и закатываем закрытые банки переворачиваем вверх дном накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания вот и все вкуснейшая кабачковая икра на зиму готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал пока